Финал NBA Финал NBA Финал NBA Финал NBA конечно, это выглядело очень и очень печально. Единственное, кто, пожалуй, спасал положение, был опять же Бэм Адыбая, который очень неплохо действовал на счетах, Кайл Лаури с очень важным дальним попаданием от забора, и, конечно же, Джимми Баттлер, именем которого смело можно называть четверть под номером один, ибо именно он набирал последние 7 очков. Именно он забивал красивейший базар на преимущество, и именно он становился самым результативным игроком этого отрезка. Вторая же четверть для подопечных Майкла Мелоуна начинается с неких неприятностей, а именно с травмы Николы Йокича, который уходил в подтрибунку, как нам это показали режиссеры трансляции, и подвешивал автоматом очень большой вопрос над тем, а сможет ли он в дальнейшем принять участие в оставшихся трех отрезках. Благо, ответ на этот вопрос мы получим с вами совсем скоро, но пока Никола отсутствовал, для Майами замаячил просто отличнейший шанс на создание для себя преимущества. Правда вот со стартовых минут мешать этому плану активно начал Аарон Гордон, который сначала в одного набирает 5 очков, не замечая вообще никакого сопротивления вблизи кольца, и при этом кладет один точный выстрел из-за дуги. Чуть позже в игру возвращается Никола, с которым на первый взгляд было вообще все в порядке, и гости с этого момента просто начинают уничтожать. Никола забивает сверхдальние выстрелы, Аарон Гордон активирует год мод, а забивает вообще практически все, что попадает ему в руки. С дальней, со средней, из-под кольца, и вытекают такие столь активные действия форварда Денвера в общий рывок наггетс равный 7 к 0. Опять же, оборона Майами в этот момент просто не знала, что ей противопоставить такому активному нападению от гостей. Силового сопротивления Аарону дать никто не был способен. В атаке кое-как играли Батлер, Робинсон и стабильный Бэм, плюс опять же хит были замечены за частенько появляющимися дабл-тимами под Мюрре, которые открывали пространство для входа гостевой команды в зону, и, конечно же, такие эпизоды ими реализовывались. Единственное, кого, пожалуй, можно похвалить по части второй четверти, это опять же Бэма Адыбая и с натяжкой, наверное, еще Калиба Мартина. Бэм так и вовсе почти в одного организовал возвращение своей команды в концовке, плюс заряжал арену двумя невероятно мощными данками. А вот помогло ли это подопечным спойлтеры очухаться и начать навязывать Денверу свою игру, мы узнаем с вами буквально через несколько секунд, потому что лучшие игроки находятся на ваших экранах, вы можете ознакомиться с их статистикой и давайте двигаться дальше. Вторая половина матча и на очереди у нас четверть под номером 3. Что можно сказать? К сожалению, она почти ничуть не отличалась от того, что мы видели в игре под номером 3, ибо защита Майами почему-то именно здесь начинает частенько подключать те самые дабл-тимы под Мюрре, чем опять же оголяли крылья и куда регулярно вкатывался как к себе домой Аарон Гордон. Плюс в целом это вносило такой дисбаланс и хаос в оборону хозяев корта, что даже обычные кат или входы Майами никак не контрили. Но одно дело, согласитесь, проваливаться в защите, но другое дело проваливаться точно так же и в нападении. Так уж вышло, что примерно на экваторе 12-ти минутки основной опцией в нападении подопечных спойлтера стал Кевин Лав. Да, старик был крайне активен, и я очень рад, что он так себя проявляет, и что немаловажно, он был эффективен на своих минутах, набирает целых 9 очков, 6 из которых он добывал двумя дальними прям подряд. Но камон, когда у тебя ветеран вынужден брать на себя даже силовые проходы под кольцо, пытаясь реализовать энд-уан, а вся остальная команда то ли не способна этого сделать, то ли просто не хочет или не может, иного расклада как получения дефицита по счету тут и не стоило ожидать. Денвер — это команда выше класса, выше по части габаритов и ментально готовая к тому, чтобы играть по жестким и дворовым правилам хит. Но вот сами хит, кажется, к этому оказались не готовы. Либо еще, конечно, влияние свое оказывает пробег и усталость команды в целом. Уже не в первый раз мы с вами можем наблюдать, как пропадает запал ребят с бойлстер именно со второй половины матча. И, конечно же, это может намекать нам на то, что парни просто выдохлись. Они, наверное, все свои силы отдали еще в прошлой серии с Бостоном, и на эту серию финальную с самой сильной командой, ну, неизвестно где находить силы. Да и ротация на самом-то деле очень серьезно пострадала. Финальный же отрезок был моментом жизни для Майами Хит. Здесь им нужно было выжимать из себя все, что только можно и нельзя, и благодаря усилиям Данкана Робинса на активной игре Бэма Атебая плюс быстрым двум фалам от Николы Йокича, которых всего резко у Серба стало пять, сама судьба в лице судей, кажется, подарила такой шанс Майами. Никола вынуждена садиться на скамейку, и Майами Хит действительно попытались сблизиться и вернуться в игру. С минус десяти поинтов они добираются до разницы в минус пять, выдав рывок в восемь к нулю. Однако на этом все, в принципе, и остановилось. Боживший всю игру Аарон Гордон со своими дальними плюс Джамал сумели сдержать натиск хозяев корта. Когда в строй вернулся Николы и подключился к ним еще и Брюс Браун, Денвером просто была поставлена финальная точка. Майами проигрывает вторую домашнюю встречу, и это закономерный исход. Ведь когда два стартера у тебя набирают на двоих всего лишь два очка, и нового результата быть просто не могло. Я до сих пор не понимаю, почему нельзя попытаться хотя бы на каких-то ограниченных минутах использовать Хейвуда Хайсмита, потому что, ну, Зеллер же играет, почему Хайсмита не задействует, тем более, когда у тебя два стартовых игрока ротации, ничего не могут принести, кроме минуса по статистике плюс-минус. Ну, короче, вы меня понимаете. И, если честно, хотелось бы послушать здесь и ваше мнение, потому что я лично ответа на этот вопрос найти для себя так и не смог. Настоящим и безусловным героем этого поединка однозначно считать можно Аарона Гордона. 27 очков, 7 подборов плюс 6 передач в активе форварда было сегодня. Его 3 из 4 с дальней дистанции, это вообще, конечно, нонсенс. Они сегодня вносили, на самом-то деле, большую разницу. Он с линии штрафной меньше забивал, нежели с дальней дистанции, и это невероятно. Я думаю, что от него такого не ждал сегодня абсолютно никто. Плюс, похвалить также надо и Брюса Брауна с 21 очком на борту. И по большей части именно этот дуэт у Майкла Млоуна сегодня был доминирующей силой, которая приносила победу. Никола и Джамал, да, безусловно, были хороши, но зачем напрягаться и вновь собирать трипл-даблы, плюс когда есть некая усталость и, возможно, повреждение, как сегодня было у Николы, когда есть такая подстраховка в виде скореров? На мой взгляд, нету никакой нужды. Браво, Денвер! Команда уверенно идет к своему чемпионству, и если Майами хочет навязать борьбу, то с Пельстри срочно надо что-то придумывать. В комментариях вы можете написать, как вам сегодняшний матч, что вы от него ожидали, какие, может быть, для себя пометочки сделали. В общем, пишите все, что вы думаете ниже, а у меня же, господа, на сегодня все. Ставьте большой палец вверх, если видос вам понравился. Не забывайте подписываться на канал, чтобы не пропустить новых видео. Услышимся и увидимся с вами, как всегда, совсем скоро. И всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok